Россия самая богатая, самая большая и самая холодная страна. Это аксиомы, с которыми уже никто и не спорит. Но в этой богатой стране жить дешево не получается, потому что тарифы ЖКХ это космос. Услуги за электричество, казалось бы, у нас рек очень много, а почему у нас электричество такое дорогое, непонятно. И даже на картинках, которые снимают спутники, ночную панораму Земли из космоса, видно, что мы до мизерного слабо освещены. А вот взять, к примеру, Турцию, Египет, все остальные страны, у них, в общем-то, нет такого количества энергии, как у нас. Но, видать, что-то тут неладно. То же самое с газом. Национальное достояние, куда мы, прям непонятно. И возникнет, наверное, скоро время, когда такое количество газа людям будет не нужно. Потому что ветряная энергетика и все остальное. То есть, кто сказал, что газом топиться дешево? Я перед тем, как создать вот этот сюжет, специально время провел в интернете. Я им сейчас пользуюсь. Дело в том, что одно высшее образование у меня есть, второе пришлось вместе с супругой получить, то есть гуманитарное. Стал я практически кандидатом технических наук, когда порядался от армии, в которую нас обманным порядком затащил бывший президент России. То есть, и вроде и знания есть, и все равно их не хватает. И вот я посмотрел и задал вопрос, а как же жила страна, которая умудрилась татаро-монгольскому иго вот так, отправить подальше, Наполеону кое-что надрать, а в последней месторубке 20 века показать всем, что мы мощнее. Так вот, население заканчивалось как раз по территории Южного Урала практически. Ну, максимальная плотность населения. А чем топились мы тогда? Мы топились не газом, не электричным. Мы топились дровами. Казалось бы, ситуацию можно было бы вернуть и сейчас, потому что дрова – это возобновляемый источник энергии. Но фирма-подъемник вам предлагает другой вид топлива, который тоже возобновляем, потому что придут электромобили. Вопросов нет. Тогда нефтяники вот так вот будут говорить, а что делать-то, а что делать-то? Но даже электромобили будут ездить на автомобильной резине. И вот из вот этой автомобильной резины здесь фирма-подъемник научилась делать дешевое печное топливо. Насколько оно дешево и насколько оно выгодно? Довольно часто по специфике работы мне приходится видеть одну и ту же картину. Летом работа идет, а зимой встает. Да потому что холодно. Кто-то сидит, не желая платить газовикам космические суммы за подвод газа. А кто-то кроит на электричестве. Ну, газ вы подведете и на деньги попадете. И это в самой богатой и энергетически заряженной стране-то. Фирма-подъемник научилась делать печное топливо из автомобильной резины. Если вы думаете, что можно просто сжечь оную, то это неправда. Дело в том, что пиролизная установка на выходе дает а. Саму энергию, б. Металл из каркаса, в. Углерод, из которого вы уже можете делать фильтрующие элементы и промышленные алмазы, и г. То самое печное топливо в разы дешевле солярки. Время тотальной экономии говорит и о том, что газ, любимый и распиаренный, это не есть, как бы так скажем, благо. То есть не есть достояние народа? Да, естественно. Все это прекрасно понимают, и тарифы на газ могут вырасти в любой момент. Естественно, мы живем в той местности, где тепло нужно 9 месяцев в году. И вы готовы предоставить альтернативную технологию? Ну, мы уже давно работаем над этой темой. То есть разработали ряд проектов по изготовлению котлов под наше топливо. Мы уже с вами говорили, то, что мы выпускаем так называемое печное топливо. Эти котлы можно посмотреть, они у нас работают на сегодняшний момент на ПТО шоссе дачное, на ПТО выезд в сторону Челябинга, можно посмотреть, как горит наше топливо. Мы, значит, поставили 4 котла в Башкирии, именно на нашем топливе. То есть мы поставляем этот топливо. Можно это все посмотреть. Ну, и если кто-то заинтересуется, мы можем полностью все рассказать, показать. то есть эффективность она намного превышает, если на сегодняшний момент по прошлому сравнить. Если мы газом топились, когда у нас, к примеру, я так в цифрах кратко, если в месяц мы за ПТО платили около порядка 25 тысяч, то мы сейчас на нашем топливе расходуем примерно около 10 тысяч в месяц. Ну, разница вот такая. То есть эффективность газа в два с половиной раза. Да, да. Если есть топливо, то его можно использовать в отоплении. Нет, конечно, самый хитрый из него сможет сделать заменитель бензина. И мы на коксохимическом ранее успешно жгли клапана своих двигателей. Но самое выгодное сжечь его тепла ради. При этом в атмосферу только чистый дым без копоти. Естественно, нужна специальная горелка. Но затраты на топливо в пять раз дешевле, чем топиться газом. А это для разумного хозяина лишние несколько тысяч. А иногда и несколько десятков тысяч. Если таковой котельной отапливать несколько домов. Или один большой. И вы, наверное, так слегка заметили, что на дворе 21 век. И не первое десятилетие, а второе уже. Вот. И самый умный понимает, что резервы отечественного правительства не иссякнут, потому что у нас есть свое население. Ну, понятно, да? Электромобили 2012 год в большом количестве стартует. Потребление нефти снизится, доходы правительства тоже. Что будет через пять лет, это вообще кошмар. Все молятся на газ. Но газ это та самая игла, которую можно, скажем так, все глубже и глубже вводить в тело больного пациента, доставляя ему невыносимые страдания путем увеличения тарифов. Если пациент, то ему деваться некуда, он же живет на территории России, ему тепло нужно, ему обязательно газовое тепло нужно, он голову не хочет включать. Вот эта модульная коттельная, вы можете посмотреть, как она устроена, просто приехав сюда на пункт технического осмотра наше создачное, ну, тоже подразделение фирмы «Подъемник». То есть сверху стоит бак, куб вот этого печного топлива. За две недели вот эти замечательные холода, а площадь отапливаемого помещения это несколько тысяч квадратных метров израсходована всего половина. То есть в принципе два бака на всю зиму. При этом цена вопроса это гораздо дешевле, чем газ, и вы не зависите ни от чего. Я не знаю, сколько вам еще можно говорить, что голову пора включать. «Подъемник» «Подъемник» подъемник у граже об fonщир ради